Одной из самых интересных эпох в истории человечества является эпоха античности и появление первых государств и народов. Казалось бы, недавно Александр Македонский подчинил весь Восток, а теперь сатрапы не могут поделить его наследие. Одна из крупнейших сатрапий, Селивкидское государство, терпит фатальное поражение от римлян и прекращает быть великой державой. Битва при Магнесии в 190 году до н.э. поставила точку в грезах Антиоха III по мировому господству. А римляне, уже завоевав Грецию солидную часть Южной Европы, приобретали славу кровавых завоевателей и грабителей. Это особенно ярко видно на фоне развитых цивилизаций Востока. В то же время под властные Селивкидам армянские правители Арташес и Зарех объявляют о своей независимости. Вновь на карте мира появляются армянские государства. Первыми объявили о независимости Великая Армения и Софена. По свидетельству древнегреческого историка Страбона, Великая Армения быстро разрослась за счет области медийцев, иберов, сирийцев и других соседних народов. Последовавшие войны обогатили государства. Арташес казался настолько сильным и независимым государем, что к нему начали обращаться за помощью в борьбе с наступающим на восток Римом. Арташес также понимал, что война с Римом неизбежна, это лишь вопрос времени. 19 октября 202 года до нашей эры Карфаген потерпел историческое поражение, и главный враг римлян, великий полководец и стратег Ганнибал, бежал на восток. Он рассчитывал с помощью армянского царя возобновить борьбу с римлянами и вернуть былое величие Карфагену. Армянский царь принял гостя с большими почестями, а Ганнибал был удивлен масштабами строительства по всей стране. Согласно Страбону, царство Арташеса вначале включало Араратскую равнину и называлось традиционно Айрарат, так же, как прежде называли армянское государство шумеры и ассирийцы. Сохранилась шумерская поэма «Энмеркар и повелитель Аратты», а ассирийцы своих северных соседей называли Араратом. Урарту же неверное прочтение клинописи, где отмечаются лишь согласные буквы. Приютив Ганнибала, Арташес начал строительство своей растущей империи. Имея огромный опыт в конструировании и планировке, Ганнибал стал помощником Арташеса в строительстве новой роскошной столицы Армении. Столица Армавир уже не устраивала усиливающееся государство. Арташат должен был стать центром новой державы, покоряющим своей красотой и роскошью. Город должен был превосходить масштабами крупнейшие города своего времени, такие как Рим, Антиохия и другие. Место основания Арташата было выбрано царем в 166 году до н.э. на берегу реки Аракс у подножья Арарата на пересечении важнейших торговых путей своего времени, в том числе великого шелкового пути из Китая в Европу. Это место и сегодня манит археологов и ученых со всего мира, поскольку город имел очень важное значение. Несколько лет назад мир обошла новость о крупных находках в Арташате, общественных бань, ритуальных сооружений, храмов, монет, предметов быта, а также прекрасных мозаик того времени. Древнегреческий философ Плутарх писал, что именно Ганнибал приметил удачно расположенную местность и, сделав предварительные наметки для будущего города, убедил Арташеса застроить именно ее. Царь остался доволен и попросил Ганнибала, чтобы тот сам взял на себя надзор за строительством. Возник большой и очень красивый город. Именно из-за участия Ганнибала Арташат начали называть армянским карфагеном. Африканский же карфаген был полностью уничтожен римлянами после победы над Ганнибалом. Впоследствии Арташес значительно укрепил и расширил свои владения, подчинив себе почти все армянское Нагорье, то есть все регионы, где проживало армяноязычное население. Страбон отмечает, что после расширения Арташесом Армении все присоединенные земли стали одноязычными. Это очень важный комментарий, поскольку подчеркивает не завоевание, а объединение территорий, населенных армянами издревле. Как известно, процесс этногенеза, то есть оформление народа, занимает многие столетия, и поэтому Арташес не смог бы заселить огромные территории армянским населением. И именно в этом причина успехов Арташеса, поскольку армяне, прожив под наземным игом Ахменидов, с радостью объединялись под короной сильного правителя. Процарствовав в 29 лет, Арташес I скончался, горестно заметив, увы, все на свете бренно. После смерти Арташеса I наступила длительная эпоха войн между Арменией и усилившейся парфянской державой. Но уже один из внуков Арташеса Тигран II, прозванный Великим, сумел закончить дело своего деда и покорить все некогда великие державы вокруг Армении, в том числе селевкидов, и дойти до Египта. Однако основу этого взлета армянского государства заложил именно Арташес I, который и поныне является одним из самых почитаемых правителей Древнего мира.